Готель, даже 12-й, боюсь, сбила с отсчета, в январе обязательно повечествуем Высоцкому. И вот начиная с первого, с 2007-м году, я читала именно вот эти стихи. И помню, вот наш ровесник, мы все примерно одинаково, Володариста, Лёва Бобров, мы знаем его. Он говорит, Алвана, ты что смудришь? Не может быть, чтобы это Высоцкий написал. Чтобы такие Высоцкие, прекрасные стихи написал Высоцкий. Потому что в его понятии, и понятия, кстати, очень многие слушатели, зрители, Высоцкий это что-то такое, ну вот где-то что-то приподнённое. Да? Вот осталось такое впечатление. Вот, и поэтому пришлось, вот 12 лет доказываю, что нет, это Высоцкий. И сегодня тоже, сегодняшний разговор, казалось бы, ну что же, уже, ну сколько можно? А теперь заметили, все, 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 все программы по телевидению. Все, все о Высоцком, все о Высоцком, и все можно смотреть, и все открывается с новой стороны. Ну вот думаю, ладно, 80-летие проведём, а там, может быть, уже следующую гостиную проведём. Чисто тянет день? Ну нет, думаю, Высоцкий это такая неисчерпаемая, нескончаемая тема, что мы будем говорить о Высоцком. Всегда, всегда. И чем больше проходит времени, тем больше мы о нём узнаём. Я сначала дам немножко официальную информацию. Владимир Семёнович Высоцкий. Родился 25 января 1938 года. Советский поэт, ну это вот прям как из энциклопедии, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений. И я маленькую вставочку такую сделаю. Ну так повезло мне по жизни, что я, Валентина не даст обмануть, и Верочка не даст обмануть, что мы дружны, мы все дружны с некоторыми из потомков Александра Сергеевича Пушкина, в частности с Юлией Григорьевной Пушкиной. И благодаря ей мы часто бываем на встречах с потомками Пушкина. Вот это Юлия Григорьевна, она всю жизнь работала в Министерстве энергетики. Ну простой советский инженер, простой советский инженер с фамилией Пушкин, Юлия Григорьевна Пушкина. Мы с ней дружили, даже как в санаторий ездили отдыхать, ну где-то дефиле проводили, помните, на Песчану и так далее. И она рассказывала, как вдруг ей, к одному из юбилеев Пушкина, вызвали её в Моссовет и предложили квартиру. А жила она где-то там, чё вы знаете где, чё вы знаете в какой квартире. Про правнушку Александра Сергеевича Пушкина. Вызвали её и предложили несколько адресов. В том числе адрес квартиры на Большом Хаветном. Она как увидела, всё говорит. Всё, больше ничего смотреть не буду. Помните, где твои... Почему она сказала? Потому что Высоцкий, Высоцкий ей продиктовал. Где твои 17 лет? На Большом Хаветном. Дальше. А где твой чёрный пистолет? На Большом Хаветном. Где тебя сегодня нет? На Большом Хаветном. Я потом Юле звонила, как тебе живётся. Ты сначала хорошо, а теперь застроили центр, даже нечем. Вот Большой Хаветный. В 1964-го года актёр театра программы комедии на Таганке в Москве сыграл более 20 ролей. 20 ролей. В том числе Гамлета, естественно, помните Галилея, Лопахина, Пачехово, Вишнёвый сад. А сколько фильмов? Ну, Вы назовите фильмы, в которых он снимался. Служили, да, товарища, сказ про то, как... Да, да, короткие встречи, какой-то, какие-то, наверное, и так далее. В общем, очень много картинок. И во всех этих картинках он не только играл, но и пел. И только в единственное место встречи изменить нельзя, но за что он затаил такую, ну, дружескую обиду на Говорухина, что в этом фильме он не дал ему петь. Вот он хотел, чтобы Высовский здесь, даже никто его не воспринимал, его как барда, как певца, вот просто как артиста. Он вошёл в историю, как исполнитель песен своих под русскую семеструнную гитару. По итогам опроса общественного мнения, всероссийского, который был проведён в 2010 году, Высовский занял второе место в списке кумиров века после Юрия Алексеевича Хабарина. Аплодисменты.